В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Лисан Сабирова и коротко о главных темах выпуска. Желтая карточка и красная цена. Жестко проводить линию, чтобы порядок был. Значит, у вас желтая карточка. Всю палитру показателей сельского хозяйства республики изучил Дмитрий Аринин. В Министерстве здравоохранения республики новый министр. Кто им стал и какие задачи ставят перед новым руководством Анна Городнова? У них своя логистика. Сотрудники почтового центра осматривали все поступающие посылки, отбирая наиболее дорогостоящие. О задержаниях сотрудников в логистическом центре почты России Лина Зинатулина. Заработать на влюбленных или же подарить приятные воспоминания? Самое главное, чтобы он был рядом со мной. Вот и все. Мы еще в ресторан вечером пойдем. Почему в День Святого Валентина так выгодно продаются? Хорошие эмоции. Альбина Минибаева. Желтая карточка за качество продукции, бой красной цене на молоко и обращение к руководству страны. Урожайное на заявление выдался сегодня коллегиями сельхозпрода республики. Она совпала с Поволжским агропромышленным форумом, куда съехались более 200 предприятий из 30 регионов страны. Оттого глаз агрария, вероятно, и был особенно внушительным. Что люди с полей хотят донести до высоких кабинетов, узнал Дмитрий Аринин. Здесь механизатор не участвует вообще в процессе, то есть трактор автоматически разворачивается. Самарские дистрибьюторы осуществили мечту советских трактористов 50-х о том, чтобы техника пахала дистанционно. Вон там идет трактор, а в нем никого нет. Сейчас прогресс до подобных технологий дошел и, как говорят, принес немалый КПД. То есть КПД у нас может повышаться потенциально до 1,7 раза. Фермеры Тукаевского района на форум приехали не только предложить свою продукцию, но и напомнить предложение студентов 70-х. Для производственного маневра кооперируюсь с хозяйствами района. Молодец. Доходы огромные. Чтобы обеспечить наших горожан, вообще, значит, наших жителей республики России, необходимо создавать кооперативы. Все показатели предложения аграрев Татарстана обсуждали на заседании. Минувший год по производству получился успешным. Было собрано более 5 миллионов тонн зерна, надоено без малого 2 миллиона тонн молока. Вот только те рекордные показатели подкосили закупочные цены. Эта положительная производственная динамика в 2017 году, конечно, не сопровождалась таким же адекватным ростом эффективности нашего производства. По сути, со второго полугодия прошлого года начался в буквальном смысле обвал цен на многие виды сельхозпродукции. По прогнозам специалистов, 2018 год по эффективности ожидается еще более сложным. Особенно аграрии обожглись на низкой закупочной цене молока, которая местами упала на 40%. Ища поддержку в этой ситуации участники форума попросили Рустама Миниханова донести молочный вопрос до руководства страны. Поэтому вот наша просьба, вам надо обратиться в Варковичи, так еще вы не решили вопрос. Ваш авторитет, авторитет и республики, вам обратиться надо к главному человеку России, вами, Владимир Владимирович Путин. Просьба этого всего зала. Еще фермеры пожаловали, что порой им чиновники не дают продавать продукцию в городах, упрекая несанкционированности. Но даже если они приехали, специальные, не специальные, люди ждут. В Высоке горе я работал, мы тоже машины отправляли. Если помните, в свое время мы в Рокзианово-Раисе брали горе с полком, специальный горе с полком, чтобы, охотно помнить, наверное, урегулировать вот эти вопросы. Но это же людям удобно, если к ним привозят постоянные проверенные клиенты. При этом Рустам Мениханов призвал аграриев и ответственных чиновников уделить особое внимание качеству продукции и в особенности поставляемой бюджетным учреждениям. Самый главный вопрос безопасности. Вот ветеринарная служба, Росфильхуснадзор должны жестко, жестко проводить линию, чтобы порядок был. Значит, у вас желтая карточка. То, что в Лаишсимском районе произошло, это не красит вас. Подводя итог, Рустам Мениханов обнадежил аграриев, что республика различными формами будет поддерживать этот сектор экономики. Впереди посевная. Она обойдется бюджету в 20 миллиардов рублей. Казань. Правительство традиционно поддержит топливом по льготной цене и выгодными кредитами. Дмитрий Айрин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Казанское художественное училище будет восстановлено. Такое решение сегодня принял президент республики. Это здание. Уникальный архитектурный и исторический объект. Знаковое здание для Казани, сказал президент. И сегодня же в департаменте надзора по образованию нас заверили, что вопрос аккредитации училища решится в течение месяца. С этого дня в Татарстане новый министр здравоохранения. Экс-министр Адель Вафин подал прошение об отставке по собственному желанию. Отставку приняли. Сегодня указом президента он освобожден от должности. Другим указом руководителем ведомства назначен Марат Садыков, главный врач 7-й горбольницы. Какие задачи поставили перед новым министром и какими проектами запомнится последняя пятилетка для здравоохранения республики Анна Городнова? АПЛОДИСМЕНТЫ Нового министра коллектив встречал аплодисментами. Марат Садыков, как говорят врачи, свой в здравоохранении. Последние 10 лет возглавлял казанскую семерку. Он сменил на посту Аделя Вафина, который руководил Минздравом без малого 5 лет. Хочу еще раз поблагодарить Аделя Веносище. Переходят на другую работу. Работу, связанную со здравоохранением. Поэтому хочу пожелать успехов. От районных больниц первого уровня через межмуниципальные центры к высокотехнологичным. В Татарстане под руководством Аделя Вафина создана трехуровневая модель помощи пациентам. Обновлены крупнейшие республиканские клиники, ЦРБ, сельские амбулатории. Построено 413 ФАПов. Успешно реализуется двухлетняя программа по капремонту поликлиник. По Приволжскому округу Татарстан лидер по отечественному приросту населения. Этого бы не было без вас, отметил Аделя Вафин сегодня, обращаясь к коллегам. Мы действительно работали день и ночь, как одна команда, на результат. Результат он есть. Я, конечно же, счастливый человек. Потому что вынашивать планы, их реализовывать, видеть их результаты, это большое счастье. Министр на велосипеде с лекциями для школьников, студентов и чиновников. Именно при нем по-новому стали относиться к профилактике. Здоровый образ жизни Аделя Вафин пропагандировал сам и учил этому своих коллег на республиканских совещаниях. Бросайте курить. Курение является причиной 20% всех смертей от рака в мире. Коллектив не скрывает. Сегодня грустно. Радует, что он останется работать в системе здравоохранения. Он профессионал, интеллигентный, высокообразованный, высокоинтеллектуальный. Мы ему очень благодарны. Он человек с большой буквы, от которого люди выходили всегда одухотворенно, окрыленные, видящие заботу, тепло. Он внес очень и очень интересные инициативы, в том числе связанные с собственным примером с точки зрения профилактики. Это важнейшее направление. Все-таки лучше не допускать болезни, чем их потом лечить. То, что в медицине в последние годы по подстанию сделали не мало, вы видите, очевидно, позитивное. На посту Аделя Вафина сменил Марат Садыков. Потомственный врач. Руководил седьмой больницей 10 лет. Она считается образцовой самыми передовыми технологиями в области медицины. Круглосуточно оказывают медицинскую помощь как стационарно, так и на амбулаторных условиях. У нас одна цель, нужды пациента, это прежде всего. И уже мы дали ночь. Я думаю, преемственность будет сохранена. Все те программы, которые начинали вместе, будут продолжены. И огромное спасибо вам. Своего уже бывшего руководителя коллектив провожает только с лучшими пожеланиями. Оснащение этого здания, компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, УЗИ аппаратуры, да, и набирает еще таких высококлассных специалистов для работы на этих аппаратах, мне кажется, это полностью целиком заслуга Марата Наильевича. Думаю, новый руководитель будет таким же, как Марат Наильевич, понимающим, четко определяющим цели и задачи, с которым будет так же комфортно работать. Коллектив седьмой больницы, это коллектив, состоящий из отдельных коллективов, но он очень эффективно работает. Я абсолютно уверен, что Марат Наильевич справится с теми задачами, которые ставит президент. Кто станет руководитель седьмой больницы, пока неизвестно коллектив в ожидании нового назначения. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Целый мешок дорогостоящей техники и шестеро задержанных спецопераций в Казанском логистическом центре Почты России положила конец махинациям ее же сотрудников. По версии следствия, они вскрывали посылки, а ценные планшеты и телефоны перепродавали. Напомним, центр должен был стать революцией в обслуживании клиентов, но оказался в эпицентре скандала. Сомнительную схему проследила Алина Зинатулина. Сортировка автоматизирована, но все же не без людского труда. Кто две недели назад знал, что у кого-то из сотрудников нового логистического центра логистика окажется своя. Проходя через них, посылки с дорогостоящими телефонами и планшетами до адресатов уже не доходили. Мы находимся на территории логистического почтового центра Казани. Внутрь журналистов пока не пускают. С ночи здесь работали оперативники, сейчас продолжается следствие. Уголовное дело возбуждено о краже в особо крупном размере. Нескольких сотрудников поймали с поличным около 7 утра по дороге в Казань. В ходе осмотра оказалось в кузове автомобиля лишний мешок, которого нет ни в одной накладной. Других подозреваемых задержали уже на рабочих местах. Как установили полицейские, сотрудники почтового центра осматривали все поступающие посылки еще до их регистрации, отбирая наиболее дорогостоящие и пользующиеся спросом на вторичном рынке платшетные компьютеры, смартфоны, комплектующие компьютерной техники, а также другую электронику. Их складировали в укромном месте, а раз в неделю вывозили почтовые машины вместе с отправлениями предназначенными адресатам. Затем товар продавали в интернете, сообщает в МВД. Пока речь идет об ущербе в 2 миллиона рублей. В схеме по предварительным данным участвовали начальник смены, сортировщики и водители. Все виновные будут уволены с предприятия, а в отношении их руководителей будут приняты строгие меры дисциплинального характера. Для недопущения подобных ситуаций в будущем руководством филиала приняты меры по усилению безопасности пересылки отправлений. Сегодня центр обслуживает 12 миллионов жителей, поставляет почту и посылки в 3,5 тысячи отделений. Теперь здесь намерены усилить внимание и к кадровому вопросу. Лена Изнатольевна, Амерзальшев, ТНВ, Лайшевский район, Казань. Спасибо за дочь. В Казани на свет появилась девочка, чуть была не ставшая первой рожденной в пробке. Накануне машина с женщиной на сносях и мужем-водителем встала прямо в центре города. И пора уже готовилась принимать роды в экстремальных условиях. Помогли инспекторы ДПС. Мы продолжаем рубрику «Разрешите поблагодарить» и рассказываем о невыдуманных случаях человеческой взаимопомощи. Можно я улыбку как-нибудь? Это удобно и безопасно. Спасибо вам большое. Родители Альбины инспекторов называют не иначе как спасителями, а себя везунчиками. В пятницу у них родился здоровый ребенок и только взрослые знают какой ценой. Может быть через несколько лет маленькой Альбине и расскажут, что на свет она могла появиться не в роддоме, а прямо в дороге, когда ее папа попал в пробку, а у мамы начались схватки. В километрах до ближайшего роддома и помощи ждать неоткуда, но все же спасение оказалось рядом. Патрульные ДПС. Мужики, помогите, жена рожает, пробка не могу доехать. Увидев лицо отца Альберта в панике, естественно, мы даже в мгновение не задумывались. Сразу сели в патрульный автомобиль и, естественно, сопроводили его. Опять поставьте нам приучение скорости до роддома, жениться не успевая доехать. ГИБДД впереди, а машина с роженницей за ней. Так кортеж добрался до роддома за пять минут. Акушеры не припомнят, когда еще роженец привозили органы правопорядка. А семья убеждена, слуги закона порядочные и в жизни. Если бы не сотрудники ДПС, мы бы просто, наверное, не успели бы доехать до роддома. Потому что мы сюда приехали, а через час уже родил. Они не виделись с пятницы. Поздравления, объятия, радости, подарки. Экипажу ДПС руководство уже выразило благодарность. Спасибо, сегодня еще раз говорят молодые родители с маленькой Альбиной на руках. Так история спасения переросла в полосу везения. Рамиль Шайдолин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и смотрите далее. Тернистый путь на рабочий мундиаль. Впеваете, нет закончить арку? Нет. Будет ли у Татарстана свое представительство строителей? На чемпионате WorldSkills узнал Сергей Хайдаров. Заработать на влюбленных или же подарить приятные воспоминания? Самое главное, чтобы он был рядом со мной. Вот и все. Мы еще в ресторан вечером поедем. Почему в День Святого и Валентина так выгодно продаются? Хорошие эмоции. Альбина Менебаева. В этом году в Свияжске откроется музей археологии дерева, а в Болгарии гостиничный комплекс. Сегодня в Кремле отметили тех, кто помогает возрождать историческое наследие республики. Больше 6 тысяч фамилий, главы районов, депутаты госсовета, руководители крупных предприятий республики, волонтеры и активисты. И Ментимир Шамий вручил благодарственные письма Фонда Возрождения и 8-й том книги благотворителей. В том книге уже вошли 74 тысячи имен меценатов, принявших участие в реализации проекта Фонда. Все заданные параметры, к чему мы стремились в ушедшем 2017 году, все выполнено. Конечно же, почетно. Потому что это просто приятно, что отметили наш вклад. Тем более, что мы, это уже продолжается, у нас уже не первый год. Сегодня в Казани состоялось выездное заседание Высшего Совета Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век». Фарид Мухамедшин призвал активизировать организационную работу к выборам. Мониторить реализацию избирательных прав члены движения будут совместно с общественной палатой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Поставили себе задачу еще раз собраться, посмотреть, как идет подготовка. И поставить главную задачу, которая стоит перед всем обществом, перед органами власти, перед политическими партиями. Организовать эту избирательную кампанию по закону, честно, чисто. И, безусловно, это будут способствовать наши представители в ТИКах, УИКах. Жеби Брошин сегодня в Центре избиркома республики распределили эфирное время на татарстанском телевидении и радио между кандидатами в президенты России и политическими партиями, которые их выдвигали. В дебатной сетке и наш телеканал. 17 февраля в СМИ начинается агитация. Когда и где в эфир выйдут первые дебаты, проинформирует Салават Мухаммадуллин. Салават Мухаммадуллин. Нам пустых конверт достаточно. Подкалывая друг друга, представители кандидатов начали жеребьевку. Перед каждым из них десятки конвертов, а внутри номер очереди выступлений. Конверта сегодня тянули представители пяти кандидатов. Один претендент на пост президента направил на жеребьевку наблюдателей. Если не приходят представители политической партии, то непосредственно уже в голосовании в жеребьевке участвует член Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Не явились представители кандидатов в президенты Собчак и не пришли представители кандидатов в президенты Бабурина. Бесплатное эфирное время кандидатам и их политическим партиям предоставили на девяти телеканалах и радио. Первые дебаты на ТНВ можно будет увидеть уже в ближайший понедельник. Предоставляем эфирное время, бесплатное эфирное время на телеканале Тетрастановик и на радиоканале в радиопрограмме Булгарадиуса. Временные промежутки на телеканале это с 17.50 и до 18.30, а на радиоканале период с 11.15 до 11.55. У кандидатов от политических партий, а их семь, будет на треть больше эфирного времени, чем у единственного самовыдвиженца. Так прописано в законе. Это время жеребий сегодня распределил отдельно. Время, которое мы по жеребьевке получили, время оптимальное, оно позволяет распределить нагрузку среди всех нас, всех доверенных лиц. И поэтому этого времени будет достаточно, чтобы и посещать районы, встречаться с населением и, соответственно, вести дебатт. Эта процедура сама по себе демократична и предоставляет равные возможности, равные права всем участникам. Дебаты очень важны. Они покажут как раз кто за что и кто для народа и как. Агитационный период в СМИ начнется с 17 февраля. За 28 дней до выборов. Никаких претензий никогда не имели к жеребьевкам. Все уже проходит, мне кажется, достаточно четко. По времени нам все устраивает. Тем более политическим партиям дается времени больше, чем просто самовыдвиженцам. Это нас тоже устраивает. В дебатах буду участвовать я, как доверенное лицо, как руководитель предвыборного штаба ТИТО у Бориса Юрьевича. Дебаты, выступления и агитационные ролики уйдут с эфира 17 марта в День тишины. Слова Тухмадулина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Активность растет. 93% россиян точно знают о мартовских выборах президента России. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. 80,4% опрошенных в ЦИОМ сказали, что пойдут на выборы. Отрицательно на этот же вопрос ответили 6,9% респондентов. А на вопросы, если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, за кого бы из этих кандидатов бы проголосовали? 71,5% ответили за Владимира Путина, 73% за Павлова Грудинина и 5,5% за Владимира Жириновского. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно построить дом. В Казани проходит региональный чемпионат WorldSkills. В руках молодых профессионалов трещотки, отбивочные шнуры и тулбоксы. Задача построить трехметровую дверную арку. Закончится ли большая стройка пятисталом на мировом мундиале? Сергей Хайдаров. Хорошего строителя так просто не найти. Такого, чтоб построил все как надо. Фундамент, крышу, стены он так должен возвести. Что мне пришлось краснеть за всю бригаду. Краснеть за свою работу этим ребятам не приходится. Сегодня по регламенту чемпионата все они работают в парах. Несмотря на молодость, каждый из них не раз держал в руках трещотку, отбивочный шнур и тулбокс. Эдуард Шагабиев учится на третьем курсе строительного колледжа. Говорит, удалось сэкономить время на диалоге с напарником. Надо сразу поддержать. Он сразу понимает, что у меня сейчас упадет, либо он поддержит. Задача молодых строителей – возвести трехметровую дверную арку. У всех пятикоманд она должна получиться одинаковой, как под копирку. Потому что все они строятся по одному и тому же проекту. Но задача участникам усложняет то, что они ограничены во времени. Ведь там все про все им дали только 22 часа. Успеваете не закончить арку? Нет. Такие строительные работы в формате WorldSkills в Казани впервые. Нужно подтягивать все направления, говорят эксперты. Бетонное строительство есть на любом мировом чемпионате профессий. Но в Россию эту компетенцию никто не тренирует. В России, насколько я знаю, это второй регион, который обладает такой опалубкой и участвует в этом чемпионате. Сделать качественно и в короткий срок. Сегодня эти условия для молодых профессионалов номер один. За работой пристально следит тренер сборной страны по этой компетенции. Говорит, до чемпионата мира время еще есть. И кто-то из таташтанских строителей, возможно, успеет запрыгнуть в этот вагон. Имеют волю в победе, показывают хорошее владение инструментом и, самое главное, умеют мыслить. Пока все мысли и мечты таташтанских строителей о Южно-Сахалинске. Именно там в этом году пройдет всероссийский чемпионат WorldSkills. Туда отправятся победители регионального этапа. Их имена мы узнаем завтра. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Любовь, которая спасает одинокие сердца, а коммерсантов от разорения. Сегодня весь мир празднует День Святого Валентина. Западный праздник популярен в России последние 20 лет. В ходу все, что повторяет форму сердца. Открытки, сладости, букеты цветов. У флористов сегодня ажиотаж, который можно сравнить только с 8 марта. В мир любви погрузилась Альбина Минебаева. Приготовил чай, подошел к ней, сказал, я тебя очень сильно люблю. Вот они слова, которые дарят особенные эмоции 14 февраля. Но даже такие искренние признания должны быть подкреплены подарками. Шуршат крафтовые обертки и обрываются телефоны в цветочных магазинах уже со вчерашнего дня. Сегодня всю ночь мы работаем. Очень не сильно идут интернет заказы, активно поступают. Все хотят поздравить своих половинок. Любимые мужчины заказывают своим женам вот такие красивые розы. Пока в ходу страстные розы, продажи никогда не спадут. Только сегодня объем заказов на цветы больше в 5 раз, чем в будни. Минимальный набор на максимуме. Валентинка. Чем больше, тем лучше. Такая большая. Да. Я так сильно ее люблю. Потом цветы и сладости. Просто она очень любит. Продается под романтическим антуражем абсолютно все. Праздник западный, но подход к нему наш, традиционный, с размахом. А коммерсантам это только на руку. После того, как прошел новогодняя истерика по поводу, опять же, сметания с полок всего, продавцы немножечко, ну скажем так, грустят в этот период. И поэтому очень активно было поддержано вот такой вот замечательный праздник, который позволит им выйти из этой вот ямы. 5 или 10 лет назад считалось удачным, если в День Святого Валентина получили хотя бы небольшую открытку. То сейчас подарок должен быть вот таким вот большим, ведь с ним придется еще сфотографироваться. А дальше это фотографию, конечно же, социальную сеть и все, но тоже в теме Дня Святого Валентина. Но даже если праздник и кажется монетизированным, он дарит то, что бесценно. Эмоции поздравлять с Днем Влюбленных получат и дарят Валентинки почти все. Чиновники не исключение. Любовь самое главное в состоянии человека в жизни. Поэтому вот я всем желаю это чувство испытывать, и не только в День Влюбленных. Валентина была от моей коллеги, и как-то так было неожиданно на самом деле, и очень приятно. Дети каждый день дарят разные подарки, свои рисунки, а не только к этому празднику. А когда мы были студентами, у нас такого праздника не было. Но я считаю, что как бы любовь, это, говорят же, спасет мир точно так же, как и красота. Влюбленные уж точно на ценники не смотрят. Только на цветы в этот день мужчины тратят минимум 3 тысячи рублей, чтобы еще раз доказать свою любовь. Самое главное, чтобы он был рядом со мной, мы еще в ресторан вечером появились. Самое главное, чтобы наши женщины ценили и любили этот праздник. Видели, какие они у нас милые, красивые. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузлярь». Сейчас или дороже. В феврале берите Ниссан с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Зимняя распродажа в салоне «Мехополис». Скидки на норковые шубы до 50%. На все пуховики до 20%. «Мехополис», «Иксель», третий этаж. И на «Марка за гроши» в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери Датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Чулпан Хаматова с новой программой «Пунктиром». 12 марта. Театр Камала. В честь открытия официального дилерского центра «Ниссан Канавто» до минус 400 тысяч рублей. На все автомобили «Ниссан». 100 литров бензина. И регистрация в ГИБДД в подарок. За новым «Ниссан» в Канавто. Лечение и диагностика детских и взрослых лор-заболеваний в Казани. Клиника «Корал». Ты еще не знаешь? В стоматологии на восстании 105 металлокерамика от 2,5 тысяч рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон до записи 560-99-22. «Азина Авто» удвоил выгоды на автомобиле «Лада». Только в феврале. Успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 тысяч 980 рублей. «Азина Авто». Минская 1. Телефон 512-12-12. Актив «Хэмсэлемэт» былу «Бик Мэхим». Уз кишыгызгэ шанычны соклап халуда. Сізгэ мэжбэрэй медицины имениэты полисы буйнча диспансеризации уйту ярдэмитэр. Агэр яшэгэз бээл ишкэя бэлэнэйкэн, поликлиникада бушлай тікшыры нюлэр узыгыз. Аналізлар берегэз. Хэм, топип танкингэшлэр алыгыз. Диспансеризация. Ауруны бошланы шырында ошық лап, аны вақытында давалы башлауға әтәргіш берешек. Уз егіз бэлэн паспорт, хэм мэжбэрэй медицины имениэты полисын алып барыға анытмағыз. Диспансеризацияға язылығыз. Селемэтлігігізіне күрканы шастына куймағыз. Барлық сарауларығыз бойынша да өз имениэт кампанияғызгэ мэрэжэ қатитігіз. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуск-изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Шкаф-купе для любимых, отличный подарок. К 14 февраля Данил Мастер поздравляет с Днем влюбленых и дарит 20-процентную скидку на изготовление шкафа-купе по вашим размерам. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике установилась малооблачная и морозная погода. Местами будут наблюдаться осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность и снег. Температура воздуха составит до 7 градусов мороза. На северо-востоке республики ожидается переменная облачность, пройдет снег. Температура воздуха там составит минус 11 градусов. На севере Татарстана облачно с прояснениями пройдет снег. Температура воздуха составит минус 8 градусов. На северо-западе ясно. Местами снег до 12 градусов ниже нуля. На юго-западе республики будет ясно, местами ожидается снег. Температура воздуха там составит минус 13 градусов. В центре Татарстана малооблачно со снегом от 7 до 13 градусов мороза. В последующие сутки температурный фон в республике существенно не изменится и ожидается осадки в виде снега. В Казани будет ясно и до 12 градусов мороза. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление составит 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Ожидайте магнитное буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.